Важно сказать, почему мы это проводили, были так заинтересованы провести именно в Полтаве. Мы, среди всех областей, в Полтаве, в время облицового обезда, приняли это решение, потому что Полтава уже тогда своим темпом охватов была достаточно высокомолодной, и мы видели высокую заинтересованность в усилении проводимых работ по вакцинации против Поли-19. Здесь был очень хороший, можно тоже говорить, селектор со всеми ОТГ, и нам было приятно видеть, как отслеживаются и приоритетные группы, и невозмерно обмороженные каждого ОТГ. Для нас, как сегодня организация для охранения, важно в первую очередь, чтобы строить георитетные группы по COVID-19 вакцинации, которые приняты глобально в мире, вакцинировались в первую очередь во всех странах. И это как медицинские работники, так и лица пожилого возраста. И вот для Полтавы, которая достигла очень высоких оплаток в отношении медицинских работников, мы считали, что работа с пожилыми людьми – это такой важный приоритет, который, может быть, в рамках нашего проекта, мы сможем найти какие-то ключевые механизмы, как это реализовать именно для сельской местности. Потому что не секрет, что большое количество людей именно пожилого возраста проживает в Украине в сельской местности. Что мы можем сказать? По цифрам я говорить не буду, они есть у вас, вы их озвучите. Для нас было очень приятно, чтобы видеть сплоченную команду, что это было не только ВОЗ и не только руководство на уровне ГОЗ и ЦГЗ, и наши большие партнеры организации, так сказать, за вакцинацию, но в первую очередь ОТГ Ниргорода и ЦПМСД Ниргорода и медицинские работники в обеих селах, которые участвовали очень активно в реализации этого проекта. И подключилось все население, и я могу, в первых, ответить на первый вопрос. Успешный был проект, да, по цифрам, которые мы видим сейчас, и вы сами озвучите, проект был успешен, он дал достаточно высокий вырос в количестве вакцинированных как и в нашей целевой группе, так и в целом по населению церковского сел. Во-вторых, успешно было, что мы нашли новые механизмы, как дойти до этой целевой аудитории. Здесь были и как волонтеры, которые ходили по домам, и так и инспекторам сел, которые через свои вайбер-группы работали с населением, как их сел, как и население. Беусловно, медицинские работники, у нас на сегодня в медицинских работниках очень большая нагрузка, они должны тех, для всего, заниматься своими двойными обязанностями, вакцинироваться. У них не остается много времени для того, чтобы проводить коммуникации среди широкого населения. И для этого нужно привлекать другие группы. Во-первых, это те же самые спиртарасио, безусловно, это руководство ОПД. И мы надеемся, что волонтеров мы увидим также из общего населения, которые готовы поддержать работу в своих общинах.